доброго времени суток мои дорогие вязальные подружки вы на канале житейское вязание с валентиной и с вами я валентина обращаюсь вязальные подружки потому что думаю что данное видео будут смотреть девчонки вязальщицы подвязания и так сегодня у меня будет будет тег подвязание берите чаек кофеек или любимое вязание ваши в руки или любое другое рукоделие и давайте начнем с вами вместе впадать в транс релакса вязать творить и вдохновляться и вдохновлять друг друга я хочу ответить в этом видео на вопросы тега автор елена васильев васильева называется тег о вязании честно нашла такой небольшой так и будем отвечать на вопросы в своем видео я буду вязать продвигать свой джемпер из ализе лана голд классической и буду отвечать на вопросы тега так девчонки устраиваемся поудобнее и начнем общаться первый вопрос как давно вы вяжете какой инструмент предпочитаете как давно я вижу для меня этот вопрос девчонки всегда интересный многие вязальщицы рассказывают своих видео что они вяжут семи из пяти лет с десяти но могу ответить что если назвать это вязанием то и я такие года начинала якобы вязать скажем так лет наверное в девять или восемь я уже умела набирать петли я уже умела вязать лицевую и изнаночную петлю скажем так могла я провязать только прямое полотно маленький такой клаптик такой кусочек маленький маленький образец это я умела делать в эти годы больше ничего я не умела не не умела делать научила меня я разверну вопрос ответ на этот вопрос научила меня вязать бабушка у нас у кумовьев была бабушка и раньше дружно же были кумовья строили дом родитель родители кумовья а мы же все 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 работы делали с детьми и мы дети тоже там ходили вот взрослые занимаются помощью стройки а мы дети у них была старая бабушка то есть уже прабабушка старенькая старенькая и она всегда все девчонки сидела вязала носки на четырех спицах спицы у нее были были велосипедные и она вязала для меня это было из области фантастики все бегут гулять девчонки мальчишки нас было человек наверное шесть или восемь в этой компашке все соседи кумовья я была там самой старшей хочу отметить и может быть из-за того меня не интересовало уже это а я садилась как завороженная смотрела как бабушка перебирает эти петельки бабушка была старенькая ручки у нее такие сморщенные покрученные и меня удивляла девчонки то она была худенькая но руки такие у нее были натрудженные как это спица иголочка помещается у нее в руках и она так лихо ими перебирает и меняет вязала на четырех спицах тут одну тут вторую мне было интересно что они не по вот не падают она дала мне попробовать говорит возьми в руки попробуй я взяла одна упала вторая я расстроилась она говорит бери еще раз пробуй я взяла пробовать то же самое она говорит не расстраивайся пробуй еще ну в общем раз так было потом я несколько раз приходили мы так а потом уже в зиму когда больше времени наверное было у бабушки и может быть я подросла или я может выразила желание я уже толком не помню зимой мы пришли тоже на какой-то праздник уже был у них новый дом много комнат потому что в этом старом доме домике была только одна комнатушка желая и все мы там тусовались скажем так но тогда уже была комнат побольше и бабушка сидела помнится мне что была зима бабушка сидела своей комнате и вязала носки она постоянно вязала только носки носками было обвязана вся семья ее дарила она к сожалению девчонки уже не помню как звали эту бабушку царства и невестные но эта бабушка научила меня набирать петли потом уже потом уже потом лет через несколько это я не могу сказать что это было вязание я но наверное два учителя были в моей жизни это первое это бабушка и вторая тоже не бабушка у меня была по соседству девушка подружка одноклассница и у нее была старшая сестра и они вязали приходила старше старшей сестре подруга и они садили вязали нас была пряжа эта шерсть в пасмах они мотали на руках эту пряжу и вязали девчонки они девчонки эти уже ходили наверное класс в седьмой и я первый раз когда увидела какие они в себе связали джемпера косами я была под таким впечатлением неужели из этого маленького квадратика можно что-то связать и таким же способом как вижу я лицевыми и изнаночными и я стала интересоваться и меня научила у них тоже была бабушка вот я не помню девчонки и бабушка показывала мне их как вязать и девчонки показывали кто там учеником был ну скажем так уже лицевые изнаночные я умела вязать они мне показали накид показали как делать переплетение косу как закрыть полотно самое главное то я вязала ленты а как закрыть не знала вижу ленты сестренка у меня маленькая сижу вижу я свяжу кукле то-то все она мне сидит говорит а как ты вязать будешь у тебя одни шарфики получается я не могла додумать я обмотаю этим шарфиком раньше куклу сделаем ей паре о платье ну вот такой девчонки начала я вязать скажем так уже уже когда я научилась и петли закрывать и начала ну где-то скажем так класс девчонки что я уже вязала связала шарф и повязку это был наверное класс 8 же когда я ходила вот с того времени я могу назвать что вот в то время я начала вязать как инструмент спицы или крючок вы предпочитаете вяжу я только спицами крючком я на вы единственное что я могу обвязать крючком это сделать обвязку но если бы захотела девчонки научилась но как-то он у меня особо не прельщает или не пришло мое еще время пока так основной мой инструмент на на данном этапе это спицы вяжу только спицами такой будет ответ вопрос номер два ваш любимый процесс что это не буду быть я не хочу быть оригинальный но я люблю вязать плечевые изделия люблю вязать свитера джемпера еще люблю вязать шапки но только не носочки и не перчатки вот такой нос мне проще связать плечевой процесс люблю вязать такие большие изделия и желательно не шивные вопрос номер три ваш самый ужасный процесс что это было ну девчонки не знаю вроде бы таких и ужаса у меня не было но не знаю даже что ответить на этот вопрос наверное когда я училась вязать носки я связала носки тоже мне было лет первые да я поступила в училище я там увидела тоже у нас библиотекарь вяжет носки женщина но я думаю я же когда-то меня бабушка учила я сейчас буду вязать я связала как видела девчонки эти носки у меня получилась резинка по голенок и здесь все такое было широкая это ступня я не сделала клина подъема не убрал она у меня был и как ласты я когда принесла в училище библиотекарь библиотекарю показать говорю помогите мне сделать пятку она так смеялась то ты же здесь не сделала блин подъема ты и так и таки а там она меня научила делать делать пятку но все равно дружбы меня не сложилась девчонки с носками вот такой мой был процесс атаки и не помню чтобы что-то мне такое было ужасное может не запомнила вопрос номер четыре топ-5 любимой пряжи ой девчонки это хороший вопрос люблю пряжу газал потом мне нравится пряжа ярнард потом алисе визель вот так это по марками и дальше на к еще нравится но если брать по по характеристикам самая любимая пряжа на сегодняшний день у меня с тех что мне удалось попробовать конечно я еще не вязала пряжей дропс не вязала лана гросса этими всякими брендовыми пряжами я не вязала из того сегмента пряжи который в моем доступе по бюджету мне и в доступности купить скажем так чтобы я смогла ее купить территориально и чтобы я ее могла купить исходя из своего бюджета нравится мне очень и очень и очень извините за тавтологию пряжа газал гала она снята с производства есть у меня начальных видео на канале видео я где-то рассказывала о моих любимках пряжу мне там зеленый джемпер связан таежный мог по моему из этой галы я оставлю ссылочку в описании под видео на этот джемпер в плейлисте вязание кому интересно зайдите посмотрите пряжа очень хорошая не убиваемая не кашлатится приятная на ощупь хорошие вязание хороший метраж хорошие к телу не колется это пряжа дальше моя пряжа любимая ярнард мерина 50 мерина делюкс 50 я ее вязала года четыре назад я испробовала и с нее вязала много изделий такая мне пряжа нравится дальше мне нравится ализе недавняя моя любимка дива силки эффект понравилась очень эта пряжа потом ну ализе файн мне нравится но старого образца или за ланагол классическая тоже нравится на старого состава еще мне нравится из таких пряж ализе ангора ангора голд ангора ангора голд симли ангора голд стар вот вся эта пряжа ангора с пайетками с люрексом нравится мне тоже топ-5 нелюбимой пряжи вопрос номер 5 не люблю девчонки карачаевскую пряжу я наверно из ее уже навязалась навязалась потому что раньше в доступе была только такая пряжа мы вязали ей нелюбимая моя пряжа так что скрипит акрил что скрипит я ничего против акрила не имею но только есть же хороший сейчас акрил высокообъемный анти пилинговый ты никогда не скажешь что это акрил пряжа не скрипит но вот не люблю пряжу скрипучую меня какое-то ощущение у меня зубы зводит зубы скрипят я не могу тактильно эту пряжу брать и вязать вот из-за этого моя не любовь даже топ-5 я и не скажу независимости дев девочки от фирмы когда это когда будет акрил скрипучий все мне все равно даже если бы наверное и супер крутая фирма пряжи итальянская мануфактура какая-то изготовила акрил что скрипит я бы им не вязала вот такой такой у меня получился сумбурный ответ у меня нет топ-5 а пряжа по по текстуре по по моим ощущениям по составу вопрос номер шесть какую пряжу вы хотели бы попробовать но у меня и так же и осталось хотел как хочу попробовать хочу попробовать пряжу drops без разницы какую потому что я не пробовала и вот думаю эта мечта осуществится я буду пробовать пока девчонки у меня нет такой необходимости я наверное если бы я очень хорошо очень бы захотела я бы нашла и деньги и вот можно попросить и на подарок денежку на на эту пряжу но пока я рационально отношусь я решила так поизвязываю то что у меня есть потом уже а то и и знать вроде не ищего и некуда пряжу ложить или класть вот так девчонки хочу попробовать пряжу drops и другие такие пряжи хотела бы попробовать еще беренос хороший бобинный кардный хотела попробовать попробовать бурятный шелк еще девчонки такие двуякие про него отзывы мне бы самой хотелось попробовать что да как как обстоят дела с этой пряжей но я думаю все у нас только на впереди мы все начинали вязать с карачаева с акрила а потом мы дальше раньше и мечтать не могли что будем вязать пряжей кидмахером например или такими пряжами секционного окрашивания все идет вперед все развивается все мы попробуем все у нас получится вопрос номер семь как вы относитесь бобинной пряжи очень и очень даже положительно был у меня опыт вязания из бобинной пряжи не один проект у меня были джемпера связаны с бобиной пряжи и твидовые изделия изделие из твида тоже вид я брала на бобинах мне нравится нравится расход пряжи нравится метраж нравится самое большее то что не надо заправлять узелков как начала вязать с бобины так и вяжешь там пару узелков не сказать например а другой пряжи например газал есть 50 граммовые моточки это мохерчик здесь метраж хороший а есть 50 граммах 100 метров ли 150 не успеешь разогнаться уже нужно привязывать 2 моточек а потом прятать этот кончик вот нравится хорошо положительно отношусь меня не пугает ни пропитка все отстирывается люблю бобинную пряжу вопрос номер восемь что хотели бы связать но не можете решиться мне даже нет такого когда-то когда-то мне очень хотелось связать связать скатерь крючком но потом как-то такое венье не было мы были молоды мне не нравилось интерьере такие изделия теперь мне нравится я ее люблю и может быть девчонки когда-нибудь я попробую связать но только не крючком наверное скатерть спицами есть там интересные узоры есть интересные схемы способы вязания скатерти крючком хочу спицами хочу связать скатерть спицами на небольшой есть у меня журнале столики на нем снимаю столик деревянный хороший столик дорог как память моему мужу это сделал его брат собственноручно этот столик у нас будет в интерьере всегда пусть подходит он или не подходит но я хотела бы к нему связать спицами какую-то скатерть но где-то вот такого цвета не белую а такую и крю или молочную вот такого оттенка вопрос номер девять что никогда не станете вязать не знаю никогда не говори никогда но наверное не буду я вязать трусы какие-то смешные смешные головные уборы купальник возможно даже связать но наверное девчонки что-то такое смешное не буду вязать вот такого однозначного вопроса нет отвечу так вопрос номер десять вяжите на заказ почему иногда вяжу на заказ но в основном своим родными близким было были моменты я вязала на заказ и незнакомым людям бы было все нормально но бывал и случай что людям было не так но это не из-за того что у меня так не получилось а что заказчики сами не знали что они хотят сначала так потом и так а потом вообще не так никак вот вижу на заказ иногда вижу когда просят в основном вижу родным близким знакомым или вижу таким людям которые ценят это вязание ценит ручной труд знаю что не будет валяться у них это изделие вот так вопрос номер одиннадцать сколько одновременно процесса у вас может быть считать не считала но у меня всегда есть процесс отдыхал очка есть дорожный процесс такой или такой процесс чтобы я вязать могла на работе не габаритный вот сейчас я вижу на работе вижу такие мотивы для пледа в стиле patchwork дома вижу потому что на выходных начала вязать этот джемпер может на работу возьму пару раз а потом уже когда изделие будет большой не будет помещаться у меня корзинку брать не буду вот бывает что ну наверное девчонки самое больше четыре процесса одновременно вопрос номер двенадцать какие инструменты для работы при почти предпочитаете фирма ценовая категория почему из того что мне удалось попробовать я попробовала еще не всю не все инструменты я хочу попробовать спицы чиагу но на данный момент я вижу спицами книг про почти все у меня спицы книг про и пару номеров спиц одди одни с острым кончиком из красной леской одни затупленным кончиками золотой леской хорошие спицы мне нравится спицы есть у меня разъемные и книг про зинг деревянные книг про симфонии основное у меня книг про у меня нет кубических хочу купить когда-то хотелках тоже попробовать есть и китай это китайчата иногда вижу на тех смотрел девчонки как подходит леска как подходит спица под определенную пряжу как скользит полотно вот вижу разными но приоритете у меня спицы ади и книг про ваши вязальные планы на ближайший месяц моим вязальными планами на ближайший месяц являются плед из мотивов стиле patchwork вот я показываю вам заготовочки вижу я пряжа у меня так что мне не нравится акрил скрипучий но не очень скрипучий это лавсан составе когда-то взяла нужно вывязать вот вижу заготовочки для пледа начала вязать свитер джемпер пока не знаю что плечевое изделие себе буду вязать из пряжи ализала на голод классическое потом планирую вязать тоже себе джемпер из кидмахера две нити из кидмахера газал тоже новиночка попробую дальше хочу у меня в планах бактус и шаль бактус из пряжи ализе ангора голда мбре батик вот такие мои самые первоочередные планы на вязание а там не знаю как пойдет мы же такие мы сегодня думаем одно завтра нужно будет что-то с резко связать другое ту же шапочку кому-то понадобится или повязочку или еще что тут вязала одно понадобился плед внучи отложила начала вязать плед внучки вязала другое понадобилась шапочка связала две шапочки носочки кофточку вот такое девчонки я думаю что у многих так как и у меня но в первоочередных планах это вяжем первым делом вижу джемпер потом бактус потом такой джемпер и между делом навязываю мотивы потому что их нужно будет много на плед и свяжу все пряжа там буду смотреть может докупать или миксоватом такой пряжи у меня нет может каким-то другим акрилом или скорочаем но пока извязывая из этих запасов мне наверное мотков девять есть разных цветов трех цветов наверное по три матка каждого особо не в свой пряжный шкафчик не заходила еще не доставала вот такие на ближайшее время у меня вязальные планы на этом буду заканчивать свое видео всем огромное спасибо что вы зашли на мой канал уделили мне полчасика своего драгоценного времени что вы со под повязали пообщались поделились опытами воспоминаниями не очень приятно ваше внимание всем вам говорю заходите в гости оставайтесь у меня в гостях впереди много интересного всем спасибо что посмотрели до скорых и новых встреч мои дорогие всем пока пока до встречи в следующих роликах ровных петелям петелек вам мира добра благополучия и позитива всем пока пока а с вами была валентина и канал житейское вязание с валентиной но теперь все пока пока